Дневник Дня Первокурсника Все-таки засунуть. Вот это мне больше все интересно узнать. А также интересно узнать у самих зрителей, что они хотят сегодня увидеть на концерте и что они ждут вообще в целом от Дня Первокурсника. Но кроме этого мы узнаем еще много всего интересного, так что поехали смотри программ до конца, будет много всего интересного. Четвертый день фестиваля и три института сразу. Ммм, как символично. Шучу нет, увы, на день позже выступают эти институты. Как я ранее уже сказал, интересно узнать ответ на вопрос, есть ли сегодня третий лишний или нет. Посмотрим, что скажут зрители по этому поводу. Я думаю, что это хорошо, что сложилась такая традиция. Будем выступать дальше именно такой группой. А с другими институтами не хотелось бы выступать? Возможно, хотелось бы, но на интересующие меня институты я и так хожу в другие дни. Мехмат, ИТИС, Кемфак. Ну, если смотреть по техно, ну, даже если по техническим направлениям, то они все подходят. Я не знаю, как их разделять. И мне кажется, все эти три факультета, которые сегодня будут выступать, нет из них лишних, потому что все факультеты почти все равно. Можно даже было разделить как гуманитарные и негуманитарные, а тут такого нет, не могу сказать. Мне кажется, что чем больше выступающих, тем выше конкуренция, а цветные качества выступлений будет выше. Поэтому я считаю, что то, что мы участвуем с двумя, а не с одним, я думаю, это более правильно. Это больше подстегивает на более качественные выступления и хороший уровень. Интересное мнение у зрителей, и хорошо, что они разделились. Думаю, надо хотя бы раз за фестиваль самому выйти на сцену и посмотреть, как там атмосфера. В данный момент мы находимся на большой сцене Уникса. И, как мы видим, ИТИС уже подготовился к своему выступлению. Мы видим, здесь стоят два синтезатора. И любимая игрушка Газиза Ефарова, человека, который учится на филологическом факультете, Институт филологии и межкультурной коммуникации, это барабаны. Не знаю, будет ли он сам здесь или нет. Узнаем мы только в конце программы или посреди программы их. Будет интересно узнать, будет ли он все-таки здесь или нет. Но то, что два синтезатора здесь, тоже очень интересно, что они будут здесь делать с ними. Ноутбуки подключены к нему, какие-то провода, светофоры. И дым. То ли дым, то ли кальян, не поймешь. Теперь уже по классике, как вы могли заметить, спускаемся в гриммерки и пробуем пообщаться с выступающими. Что получилось, смотри сейчас. Ну, в общем, я просто хочу танцевать, поэтому как-то... Мне предложили станцевать, я хочу танцевать. Если меня спалят геологи, мне конец. Записали, да? Нет! Ну, чуть-чуть стресс, но надеюсь, что все будет хорошо, потому что мы долго и хорошо подготовились. А сам что будешь сегодня показывать на сцене? Будет хореография в группе. Сейчас вы посмотрите. Театр книги, да? Да. А теперь поиграем в Даша-следопыт. Помогите нам найти студентов химического института. Пока мы их искали, и ТИС уже вышел на сцену. И очередное удивление. Старинные костюмы, интересные стемы и подкол в сторону всем любимых вейперов. Я лайкаю ее, она меня. Я скидываю аудиозаписи ей, она мне. Я ей, она мне, я ей, она мне, я ей. Ну, вообще, любовь у нас. День сегодня действительно насыщенный. Сразу три института, три разные сферы направления. Жюри, наверное, будет сложно выбрать номера, достойные гала-концерта, потому что их слишком много. В перерыве нам посчастливилось найти профорга Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и узнать у него, что будет примерно на концерте данного института. Прямо сейчас рядом со мной находится Камалидин Бабахонов, первый студент в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций, первый узбек, который смог пробиться на эту должность. Камалидин, добрый вечер. Добрый вечер. Ты как профорг Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Расскажи, пожалуйста, как тебе день первокурсника, как ты готовил первошей наших вместе с культоргом? Ну, как мы готовили? Мы старались их привлечь, завлечь в этот процесс сам, потому что он очень увлекательный и сам по себе он очень интересный. И я думаю, для всех первокурсников это будет началом самым творческого пути, может, для кого-то администраторского пути, я не знаю. Но у нас первошей очень активны и мы очень много ожидаем от них в будущем. Надеемся, у нас будет хороший кадровый резерв. Далее на сцену вышел Мехмат за всю историю фестиваля. Я не помню, чтобы Карлсона кто-нибудь обыгрывал. Но и наконец-то это случилось. Ух ты, 20! Кроме того, он может идти на разного рода уловки для получения желаемого результата. А у меня без ГМО. О, без ГМО! Ну и само собой были танцы и песни, и татарские песни. В целом то, что делает концерт мощным. Во втором перерыве мы смогли найти того самого малыша. Пойдем пообщаемся. Ну, я только что со сцены, но сидел в рубке все это время. Что ты там делал? Я был за кадром голосом. Сам первый курс? Да. Это твой первый выход на сцену? Ну, здесь да. И как тебе вообще атмосфера? Когда ты выходишь на сцену большого зала Уникса, перед тобой тысячная аудитория. Что чувствуешь? Я ничего не чувствую. Я уже наученный. Ну и под конец химический институт. Найти мы его смогли только в предбаннике около сцены. Встретили мы там самого гламурного человека, хотели с ним пообщаться, но он ушел. Обидно было так-то. Но спасибо девушкам, которые успешно его заменили на интервью. Жду, наверное, самого настоящего отрыва. Эмоции. Самое главное, что у нас просто команда, самая настоящая команда. Мы все очень дружные. И, наверное, мы сделаем этот вечер. Чем будете делать этот вечер? Танцами, песенками, с темом, оригиналкой. Что у нас еще есть? Еще много-много всего. В целом, действительно, мощный день. Очень много номеров, очень много юмора, смеха, веселья и так далее. Оцените сами, что там было. Ну и на этом все. Мы успели увидеть с вами три конкурсные программы от ЭТИСа, от Мехмата и от Химического института. Было много интересных номеров. Был Карлосон, был Малыш, который стал уже большишем. Скорее всего, надеемся, он вырастет еще больше. Ну а на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Для вас вывел Роман Полинсков. Смотри наши программы на нашем телеканале, а также в группе ВКонтакте. Ссылку ты видишь на экране. Еще увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова